Глава 1. Иной взгляд на реальность Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Шекспир Чтобы использовать силу мозга, совсем не обязательно знать законы физики или понимать сущность реальности. Вам ведь не обязательно знать устройство карбюратора или системы зажигания, чтобы водить автомобиль. Лишь немногие разбираются в автомобилях, но это не мешает большинству людей управлять ими. Точно так же обстоит дело из силой мозга. Любой может овладеть основами этой системы и успешно применять ее на практике в повседневной жизни. Мы начнем с изучения сущности реальности и особенно поразительных открытий, сделанных в науке за последние 20 лет, которые помогут лучше понять, как мозг создает свою собственную реальность. Они объясняют, почему визуализация и мысленное представление – это не просто ненужные мечтания, а творческий процесс, помогающий человеку контролировать и направлять энергетические потоки, способные склеивать вещи, превращать жидкость в пар или вызывать набухание и рост семян. Осознав сущность этих энергетических потоков вы придете к пониманию сущности мозга и увидите, что вдохновение, молитва и интуиция не является чем-то сверхъестественным, а подчиняется законам, которые могут быть открыты и применены по воле человека. Как и все известное человеку во Вселенной, силы мозга управляются законами, которые, если освободить их от научной терминологии и представить в доступном виде, может понять каждый. Разрешите мне познакомить вас с увлекательным миром этих открытий. Современная физика рассматривает Вселенную как безграничную неделимую сеть динамической активности. Она не только живет и постоянно изменяется, все ее составляющие влияют друг на друга. На первичном уровне Вселенная представляется цельной, неделимой, этаким бездонным морем энергии, пронизывающей каждый предмет и каждое действие. Она вся едина. Одним словом, сегодня ученые подтверждают то, о чем уже тысячелетия говорят мистики, ясновидцы и оккультисты. Мы не отдельные элементы, а часть одного гигантского единого целого. Когда срывают травинку, вздрагивает вся Вселенная. Высказывания из древних упанишат. Современная физика изменила наши взгляды на материальный мир. Сегодня уже никто не утверждает, что частицы состоят из какого-то основного вещества, их считают пучками энергии. Они могут совершать внезапные перемещения, так называемые квантовые прыжки, в одних случаях действуя как единое целое, в других же, как волны чистой энергии. Реальность течет, ничто не постоянно, все является частью модели, находящейся в непрерывном движении. Даже скала, это результат бешеной пляски энергии. Вселенная жива и динамична, и мы сами, находясь в ней и будучи ее частью, живы и динамичны. Вселенная – это гигантская голограмма. Теории, положившие начало открытию голографического эффекта, были впервые разработаны в 1947 году Деннисом Габбером, позднее удостоенным Нобелевской премии за свое открытие. Голограмма представляет собой явление, в котором целое содержится в каждой из его составляющих. Например, морская звезда, обладает определенным голографическим эффектом. Если у нее отрезать какую-то часть, она отрастает вновь. Более того, из отрезанной части может вырасти новая морская звезда, ее генетический код заложен в каждой из частей. Несколько лет назад на выставке Голограмм я увидел фотографии, сделанные с применением голографического эффекта. На одной из них была изображена стоящая женщина. Взглянув на изображение справа, вы видели уже другое изображение. Женщина закуривала сигарету. Если взглянуть слева, фотография вновь изменялась. Женщина игриво выставляла вперед бедро. Если бы эта фотография вдруг упала и разбилась на множество осколков, то каждый из них содержал бы не то, что вы ожидаете увидеть, кусочек туфельки или платья женщины, либо часть ее лица, а цельное изображение женщины. Посмотрев на любой из осколков с разных сторон, вы снова увидите, как меняется изображение. Женщина то закуривает сигарету, то застывает в соблазнительной позе. Каждый осколок содержит в себе целую картинку. Сейчас приходит к выводу, что реальность по своей сути тоже голограмма и работа мозга также основана на голографическом эффекте. Наши мыслительные процессы имеют много общего с низшим уровнем развития Вселенной и состоят из того же вещества. Мозг — это голограмма, отражающая голографическую Вселенную. Авторами этой необычной идеи являются двое выдающихся мировых мыслителей — физик Лондонского университета Дэвид Бом, ученик Эйнштейна и одной из светил мировой квантовой физики и нейрофизиолог Стэнфордского университета Карл Прайбрам. По воле случая они совершили свои открытия совершенно независимо друг от друга, работая в разных областях науки. Бом пришел к выводу о голографической природе Вселенной после нескольких лет неудачных попыток объяснить все процессы и явления квантовой физики с помощью традиционных теорий. Прайбрам, занимаясь изучением человеческого мозга, также убедился в неспособности традиционных теорий разгадать его многочисленные загадки. Для обоих ученых голографическая модель внезапно наполнилась смыслом и послужила ответом на многие прежде неразрешимые вопросы. Они опубликовали свои открытия в начале 70-х годов. Их работы нашли живой отклик в научной среде, но, к сожалению, так и не получили широкой известности за ее пределами. Некоторые отнеслись к ним скептически, а какая научная теория избежала такой участи? Однако многие ведущие ученые мира примкнули к рядам их сторонников. Ученый из Кембриджа, лауреат Нобелевской премии по физике 1973 года Брайан Джозефсон, назвал теорию Бома и Прайбрама «прорывом в понимании сущности реальности». С этой точкой зрения согласен и доктор Дэвид Питт, ученый-физик Канадского Королевского Университета и автор книги «Мост между материей и мозгом», утверждающий, что наши мыслительные процессы намного более тесно связаны с физическим миром, чем многие предполагают. В 1979 году Роберт Джуниор Джан, декан школы технических и прикладных наук Принстонского университета, разработал программу по изучению роли сознания в выявлении материальной действительности. Проведя тысячи экспериментов, Джан и его помощники опубликовали свои открытия, обнаружив, что имеется все основания утверждать, мозг может непосредственно влиять и влияет на материальную действительность. В 1994 году ведущие ученые-педагоги мира собрались в Принстонском университете, чтобы обсудить, как можно развить эту поразительную теорию и применить ее на практике в конкретных областях науки. Это открытие действительно необычно, поэтому попытки применить его результаты на практике неизбежно связаны с многочисленными сомнениями и колебаниями. Взаимодействие сознания и материального мира уже не представляется сегодня чем-то фантастическим. Сознание – энергия в ее тончайшей и наиболее динамичной форме. Это помогает понять, почему наши фантазии, мысленные образы, желания и страхи оказывают влияние на реальные события и объясняет, как материализуется созданный мозгом образ. Подобные открытия, касающиеся сущности реальности, могут стать движущей силой для нашего дальнейшего совершенствования и роста. Осознав, что он является частью открытой и динамичной вселенной и что его мозг играет решающую роль в создании реальности, человек сможет развить более активный и творческий подход к жизни. Теперь ему не нужно стоять на обочине, наблюдая за происходящим со стороны. Новые открытия позволяют понять, что обочины нет и никогда не было. Все основано на взаимном влиянии. Куда бы мы ни шли и что бы мы ни делали, наши мысли творят окружающую действительность. Эйнштейн как-то сказал, «Открытие новой теории подобно восхождению на гору, когда взору открывается новая и более широкая панорама». Именно это и происходит с вами при чтении этой книги. Очень скоро, когда вы откроете свои истинные возможности, ваше мысленное восхождение будет вознаграждено.